Россия сознательно блокирует встречу в нормандском формате, и это понимают все страны-гаранты, Франция и Германия. Об этом в нашем эфире заявила ранее министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Почему Россия не заинтересована в решении конфликта? Об этом в программе «5 вопросов». Я Олег Борисов. Здравствуйте. И с нами на связи Александр Мусиенко. Это руководитель Центра военно-правых исследований. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Александр, уже очень много раз поднимали эту тему в эфирах, но каждый раз узнаем все более новых деталей. Давайте начнем традиционно из обобщенного. России невыгодно мирным путем решать конфликт на Донбассе. Почему? Ну, потому что Российская Федерация ожидает односторонних уступок со стороны Украины исключительно. И поэтому не происходит ничего ни по нормандскому, ни по минскому треку, так называемому. Дело ведь в чем? Дело в том, что украинская оппозиция состоит в том, что есть ряд вопросов, о которых договорились в частности в декабре 2019 года, когда была предыдущая встреча в Париже как раз глав государству в рамках нормандского формата. Там договорились о пунктах, начиная с пункта о прекращении огня, далее пункт об беспрепятственном открытии новых КПВВ, далее пункт, который касается допуска гуманитарных миссий, в частности представительства Красного Креста и не только, к местам, где незаконно на оккупированных территориях содержатся украинские граждане, далее идет пункт, тоже он касается и безопасности гуманитарной, это согласование новых точек разведения, и потом идет последний пункт, это формула Штайнмайера, диалог о возможности ее имплементации в украинское законодательство. Так вот, украинская оппозиция, она как раз последовательная, мы говорим о том, что перед тем, как переходить к последнему пункту, договоренностей, которых мы достигли, давайте пройдемся, потому что есть, а если мы пройдемся по прекращению огня, режим, который не соблюдается, буквально за последние сутки ОБСЕ в своем отчете написало, что 209 единиц они зафиксировали тяжелого вооружения, техники, артиллерийских систем, танков, самоходной артиллерии и так далее, вне точек, согласно которых они должны находиться согласно минских договоренностей, то есть нарушение минских договоренностей вывела оккупационная власть на позиции вооружения. Не соблюдается пункт, не соблюдается режима перемирия, не соблюдается КПВВ, Украина открыла, там, мы видим, поддерживаем Россию, страна не открывает, и многое другое. Поэтому мы говорим о том, что мы должны проводить консультации, начиная с вопросов безопасности гуманитарных, то, что в первую очередь волнует людей, ведь это самое главное, а потом уже говорить о том, что мы переходим к политической. Но Россия ожидает односторонних уступок и говорит о том, что нет, вы выполните наши условия даже накануне встречи определенные, а потом мы с вами встретимся, а потом мы обсудим то, что мы хотим обсудить, и выпишем документ итоговой встречи, по результатам встречи, так, как мы его хотим выписать. Естественно, при таком, скажем так, при таких разногласиях, очень серьезных, я не вижу вообще, скажем так, предлога для такой встречи. И поэтому ничего и не происходит, поэтому и нет никакого движения. Конструктивно Украина давно свои предложения высказала. Я хочу напомнить, что есть предложения Франции и Германии по так называемым кластерам, как далее двигаться и по минскому формату, и по нормандскому, и они были отправлены как раз в Российскую Федерацию для того, чтобы они дали свои предложения, согласны, не согласны, или какие-то там замечания. Ну, то есть в любом случае это какой-то предлог для переговорного процесса далее. Но реакции с Кремля не было на эти кластеры, на эти предложения. Поэтому любые вот такие инициативы, которые выдвигаются, то украинской, то немецкой стороной, то французской, или совместно, они вот блокируются. Опять же потому, что Россия ждет только односторонних уступок. Но это контрпродуктивная позиция, если мы говорим о каком-то переговорном процессе. Ну и в то же время всегда Европейский Союз поддерживает и Украину, и в целом едины во мнении, чтобы усиливать санкции. Санкции постепенно усиливаются против Российской Федерации. Но Российская Федерация все равно, условно говоря, не идет на уступки и все равно продолжает гнуть свою линию. Что, по вашему мнению, реально сейчас сделать для того, чтобы заставить Россию все-таки хотя бы идти на переговоры, учитывая то, что украинская позиция ясна всем? Вы знаете, дело в том, что мы должны в этом всем запастись терпением. Для нас самое важное, как по мне, почему я говорю о безопасности и гуманитарных вопросах? Потому что это касается в первую очередь людей. То есть для нас важно что? Чтобы прекратились обстрелы, чтобы открылись КПВВ, чтобы постепенно переходить к какой-то более такой, ну не военной, что ли, а мирной жизни, хотя бы условно, скажем, на некоторый период времени. Это самое важное. И к этому надо стремиться, потому что, как по мне, это самое, ну скажем, реально досягаемое. Потому что сейчас говорить о том, что мы можем о чем-то с Россией договориться, очень тяжело. Понимаете, конъюнктура сложилась так, особенно в вопросе газа, цен на газ, и шантаж, который Россия в отношении Европы, Европейского Союза и Украины, давления и так далее, они сейчас себя немножко чувствуют на коне. Но это состояние пройдет очень быстро, потому что, как бы там ни было, зима закончится, как бы там ни было, время будет идти. Сейчас уже нету, ну постепенно переходят на другие источники энергии, не только будут зависимы от газа государства. Поэтому нам просто необходимо запастись терпением, в это время просто выстоять, ну делать то, что мы делаем, двигаться дальше по укреплению государства, армии, обороноспособности, и ждать, когда у этого, ну скажем так, у этот конь, на котором сейчас Российская Федерация себя воображает, превратится в такую старую клячу. А это время уже, я думаю, скоро придет. И тогда можно говорить, что мы будем садиться за стол и о чем-то разговаривать. Пока Россия ведет себя очень нахально, с позиции шантажа, с позиции давления. И я не вижу пока каких-то точек соприкосновения для того, чтобы именно сейчас переговорный процесс как-то продвигался, к сожалению. В то же время, как ранее уже говорил, что Франция и Германия понимают, в принципе, кто является причиной всех этих бед, это если обобщенно говорить. Но в то же время, кроме заявлений или каких-то резолюций, которые несут себе рекомендационный характер, мы пока что ничего не видим. Увидим ли мы что-то от международных партнеров? Ожидать ли что-то? Или в этом нет смысла? Стоит только просто ждать-выжидать. Я думаю, что это должны быть параллельные процессы. Вы знаете, я же почему выбрал формулировку ждать, потому что если вспомнить предыдущую статью Дмитрия Медведева, которая была опубликована о том, что у России есть терпение, они готовы ждать, так вот у нас должно быть просто терпение больше, и мы должны быть готовы, что мы перетерпим и переждем их. Потому что по-другому это не работает, если мы хотим побеждать. Что касается Франции, Германии и ЕС, я думаю, очень важно сосредоточиться не только на том, чтобы говорить, что мы требуем санкций против России. Это естественно, этим надо работать. Но и о поддержке Украины, тех реформ и тех решений, которые мы имплементируем в жизни. О привлечении, в частности, сейчас идет речь о привлечении, например, инвесторов. У нас должна начинаться большая приватизация. Почему бы не привлекать сюда серьезные французские, немецкие компании, которые будут готовы вкладывать деньги. И таким образом тоже поддерживать наше государство. То же самое касается таких моментов, как военно-техническое сотрудничество, как вообще экономическое взаимодействие. И многие другие вещи, по которым мы должны двигаться, помимо только продвижения политики санкций против России. То есть если мы видим, что кто-то не готов сейчас из членов Европейского Союза усилить санкционное давление, именно усилить против России, так мы должны тогда пойти в другую сторону и сказать, так усильте поддержку Украины в таком случае. Экономическую, безопасность, оборону и так далее. То есть в любом случае взаимодействие, вот таким образом оно должно происходить. Спасибо вам большое, Александр, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований, был напрямую в связи со студией. Говорили о том, как Россия сознательно блокирует встречу в нормандском формате. Хотите получить больше информации? Подписывайтесь на наш YouTube, Facebook и Telegram канал. Там много полезной информации для вас. Спасибо за доверие и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова